Дом эстетики и медицины Формула Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении То ли это мода на ретро, то ли просто потому, что все хорошее имеет право жить вечно Но идею загородного детского лагеря инициативная группа из Екатеринбурга решила применить на тех, кто уже вышел из пионерского возраста Желающих посетить лагерь для взрослых смола нашлось немало Отдыхающих навестила наша съемочная группа Учеба – это процесс бесконечный Сегодня многие люди стараются его не останавливать на уровне школы и института Это позволяет оставаться актуальным в любом возрасте и при любых обстоятельствах Объединить пять популярных направлений доп. образования и организовать все это в формате загородного лагеря Такая идея пришла в голову команде из Екатеринбурга Свой проект они назвали «Смола» На самом деле в какой-то момент мы поймали себя на мысли, что было бы здорово поехать в детский лагерь И снова испытать эти ощущения объединения, беспечности какой-то И мы сами очень любим образовываться, поэтому мы сюда как-то логично вписали образование И подумали, что такого формата не существует Ну то есть мы не могли себе придумать такое место, куда мы бы могли поехать, ну вот уже став какими-то взрослыми И из этого родилась идея лагеря, который называется «Смола», который расшифровывается в современный молодежный лагерь Собственно, лагерь для молодежи, мы не имеем каких-то возрастных ограничений от 18, ну там А дальше не важно, главное, чтобы ты был молод И вот это вот ощущение молодости, мне кажется, это самое главное, что у нас вот здесь есть Йога вместо зарядки, хип-хоп-баттл вместо дискотеки и мастер-классы, спикерами на которых выступали состоявшиеся специалисты Как, например, Денис Башев, один из лучших дизайнеров России, победитель множества профессиональных конкурсов и фестивалей, преподаватель в игре и британке Сложно, как бы сказать, научился кто-то чему-то или нет, но я думаю, что, по крайней мере, кого-то замотивировать на то, чтобы они дальше развивались в эту сторону Нам удалось Из заявленных тренингов наиболее востребованными оказались кино, танцы, организация ивентов, дизайн, создание сайтов и успех Особой популярностью пользовалась тема мотивации и личностного роста Мы три дня говорили про цели, про личную эффективность, про энергию, про отношения мужчина-женщина, про различные практики, про здоровье Мне кажется, мы объяли необъятное, все, что можно было сделать за эти три дня Я впихнула в их головы и, ну, судя по отзывам, друзьям понравилось И ездите на такие движухи, на такие мероприятия Принимайте участие во всем, что подбрасывает вам жизнь, потому что это дает нам ощущение жизни, вкус жизни, смену событий И после таких событий ты понимаешь, что ты живешь Эксперимент лагеря для взрослых «Смола» оказался успешным В планах организаторов его повторить и сделать его более масштабным за счет увеличения числа участников и дней в смене Какими бы ни были вкусы и отношения к моде, в современном мире есть и совершенно объективные признаки актуального внешнего вида И в числе этих признаков – здоровая улыбка Об эстетических мероприятиях стоматологического характера прямо сейчас На протяжении веков белоснежная улыбка была символом здоровья и благополучия Ничего не поменялось и в наши дни Только вот технологии отбеливания стали безопасными и более эффективными Что сегодня применяют в современных клиниках Как часто нужно проводить эту процедуру Какие существуют ограничения и противопоказания На эти и другие часто задаваемые вопросы отвечает врач-парадонтолог высшей категории Селебренный призер Всероссийского чемпионата по эстетической стоматологии 2016 года Анастасия Парфенова Скажите, пожалуйста, делали ли вам когда-нибудь раньше отбеливание? Отбеливание не разу не делала Но всегда хотела попробовать Потому что есть разные виды, интересно, какой вид именно мне подойдет Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз были у стоматолога? Комплекс гигиены я делала последний раз два месяца назад Скажите, пожалуйста, Елена Юрьевна, с какой частотой вы делаете комплекс гигиены? Ну, стараюсь, конечно, каждые полгода, но бывает и реже А есть ли у вас при приеме кислой пищи или холодного, горячего повышенная чувствительность зубов? Бывает Бывает иногда, да? Но это не часто? Не часто Первый шаг на пути к улыбке своей мечты – это осмотр и процедура профессиональной гигиены Это необходимо для того, чтобы провести отбеливание более качественно И в индивидуальном порядке узнать о показаниях и противопоказаниях Существуют общие противопоказания, абсолютные и относительные противопоказания Относительные противопоказания – это факторы, которые временные, они решаются определенным образом И это значит, что через какое-то время можно будет проводить процедуру отбеливания К ним относятся беременность и грудное вскармливание К ним относятся возраст пациента То есть не рекомендуется делать отбеливание до 18, а в некоторых ситуациях до 20 лет И затем сюда же относится ортодентическое лечение И затем относятся воспалительные заболевания люсин То есть этот вопрос решается То же самое касается повышенной чувствительности зубов Этот вопрос решается И наличие кариозных полостей То есть проводится лечение В случае отбеливания чаще всего оно проводится в два этапа То есть сначала останавливается временный пломбировочный материал А затем после процедуры отбеливания уже постоянный пломбировочный материал для того, чтобы цвет зубов и цвет помировочного материала не отличался. Поскольку манипуляции, связанные с зубами, вряд ли у кого относятся к числу любимых, возникает резонный вопрос, больно ли проводить отбеливание. Чаще всего это процедура безболезненная. Бывает, что развивается у некоторых пациентов чувствительность зубов, но она держится один день. В день отбеливания и на второй день она полностью проходит. Если происходит развитие этих симптомов, то доктор делает определенные назначения для того, чтобы снизить эту реакцию и застабилизировать эту ситуацию после рта. И, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Участники Всероссийского чемпионата по отбеливанию, в котором Анастасия Пархенова стала серебряным призером, работали с новой системой под названием КЛОКС, где используется специальный гель на основе перекиси водорода, активация которого происходит при попадании световых лучей, излучаемых фотополимерной лампой. В первый день, когда была конференция, в первый день мы систему-то и увидели, собственно, КЛОКС. То есть нам привезли и показали на ней мастер-класс. А на вторые сутки мы уже должны были ее применить на практике. То есть для всех, кто было в новинку, никто из докторов раньше на этой системе не работал. Если касается моего личного опыта, то я делала себе отбеливание, я делала его несколько раз, это были разные системы. В среднем, я думаю, что сейчас я буду придерживаться графика один раз в год, потому что мне тоже нравятся результаты, мне бы хотелось его поддерживать. Я думаю, что в этот раз я попробую именно систему КЛОКС, мне интересно, потому что я пробовала до этого лазерное отбеливание и систему ВОН. Результаты были очень хорошие, но вот из любопытства я бы хотела новую систему оттестировать на себе. Хоть отбеливание – это чисто эстетическая процедура, но без предварительной подготовки и консультаций специалистов в клиниках ее не проводят. Конечно, это занимает определенное время, но и эффективный результат того стоит. Инновационная система бережного отбеливания КЛОКС. Спрашивайте в группе клиник «Стоматологическая практика». ФИП – масштабное фэшн-событие осени. Маркет дизайнерской одежды и аксессуаров. Живое общение с авторами модных коллекций. Мастер-классы ведущих стилистов города. Бьюти-рум – макияж и укладка всем желающим. Для детей организована игровая площадка. 2 октября – гранд-отель «Видгов». Подробности на сайте fib74.com. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Информационный портал доктора «Диплекса» – мояноваяжизнь.рф. Несмотря на то, что трикотаж участвует в коллекциях всех, без исключения сезонов, все-таки больше всего он ассоциируется именно с холодным временем года. Несколько стильных комплектов из новых коллекций прямо сейчас. Трикотажный джемпер – предмет, без которого невозможно представить осенний-зимний гардероб. В коллекциях этого сезона встречаются модели, богато декорированные вышивкой, с использованием жемчужных бусин, бисера и пайеток. Еще одна востребованная идея из трикотажа – платье-чулок, которое также представлено в различных оттенках. Такая модель требует правильных пропорций, и носить ее лучше с плотными однотонными колготками или леггинсами и тяжелой обувью. Сочетание кружева с трикотажем обладает широким диапазоном стилистических возможностей, от приукрашенного кэжуал и вечернего варианта до различного рода креативных комплектов. Сегодня вариативностью способны обладать не только базовые вещи. Сочетание принтов и фактур в одном образе, свойственное драматическим натурам, присутствует в тенденциях сезона. В модельном бизнесе в последнее время происходят очень интересные процессы. Конкуренцию профессионалам составляют фотогеничные звезды соцсетей, которых дизайнеры приглашают для показов и фотосессий. Отдельное направление индустрии – участие в фэшн-процессах модели категории «Кому за». Пора быть счастливым. Именно под этим названием в Челябинске в минувшие выходные прошел фестиваль для людей элегантного возраста. Программа оказалась самой неожиданной – фитнес, здоровье, стиль, предпринимательство и советы профессиональной свахи. У них такое чувство, что это шутка, что праздник не для них. Они там говорят, ой, как, а мы думали, уже все кончилось у нас. Жизнь, вот есть такие женщины, красивые, приходят. В себе настолько кто-то не уверен, кто-то, наоборот, в таком ярком поиске эмоций. Но очень благодарная публика, которая заслуживает гораздо больше внимания, чем мы ей уделяем. Ну, вообще, замечательная идея этого фестиваля. Я считаю, что взрослых людей на самом деле надо выводить в такую модную тусовку и сближать нас максимально с нашими родителями. Тогда меньше будет конфликтов. Специальным гостем стал Игорь Гавр, основатель модельного агентства «Олдушка». На фестивале его задачей было отыскать самый стильный лук среди участниц события. Я думаю, что во многом то, насколько разнообразно одеваются люди, в частности, старшее поколение, зависит от того, насколько питательна среда, в которой они живут. И в больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, эти города, они насыщены разномастными, в хорошем смысле, людьми. Там очень много молодежи, которая одевается очень ярко, креативно. И человек в возрасте, живя в такой среде, ему самому не страшно проявлять активность себя через костюм. И, конечно, в регионах это большая проблема, так как регионы, они менее богаты на культурную жизнь, и люди в них, в этих городах периферийных, они меньше себя проявляют через одежду. Но тем не удивительно в таких городах, в Омске, в Челябинске, что здесь появляются какие-то люди, отличные от других. Потому что, ну как так, среда не питательна, а человек все равно какой-то, вот он такой, здесь появляется яркий. От чего это зависит, не совсем даже понятно. Видимо, все-таки еще некоторые люди рождаются с каким-то внутренним стержнем, ощущением стиля и какой-то своей органикой, которые, несмотря на, может быть, стереотипы общества, не боятся эту органику демонстрировать, показывать. И это очень здорово. Красота доступна в любом возрасте. В этом уверены стилисты Наталья Огринцева и Мария Занько. Авторы мастер-класса «Как одеваться недорого и выглядеть стильно». Нужно отойти от черного в городе Челябинске, от брюк бесконечных и откороченных курточек. Это самые большие и распространенные ошибки, которые допускают люди запятаться. Нужно, наоборот, показывать себя, показывать свою индивидуальность. И не забывать о том, что, как часто говорят, я уже старая, взрослая, мне уже ничего не нужно. Наоборот, нужно показывать себя, раскрывать свою личность, чтобы вдохновлять людей моложе, да, более молодого поколения, нас. Я вообще люблю красоту. Наверное, вот это больше всего-то я, почему здесь и нахожусь. Люблю женщин, которые ухаживают за собой, хорошо выглядят, особенно в действительно возрасте. Ну, иногда некоторые критикуют, правда, что надо же, бабушка еще модно одевается. Иногда так говорят. Принимаете письмо к сервисам? А вы знаете, раньше, да. Но когда я была на встрече с Васильевым, многие вот смотрят и вроде, что тут так оделось, да? А он говорит, а вы скажите, да, я в курсе, а вы нет. То есть я в курсе моды, а вы нет, поэтому вы меня и не понимаете. Активность и оптимизм у людей старшего поколения напрямую зависит от их востребованности у поколения молодого. И потому поднятие возрастной планки хотя бы в модной индустрии не только хороший пример всем остальным, но и определенный тренд. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. К современной женщине очень много требований. Она должна каждый день хорошо выглядеть, быть успешной и в личной жизни, и в карьере, всегда и все успевать. Даже если все это удается, в определенный момент возникает ситуация, когда необходима перезагрузка, возможность посмотреть на себя со стороны. Родные и близкие в подобном случае могут выразить лишь субъективную точку зрения, а объективно оценить проблему предлагают психологические тренинги. Каждая женщина когда-то сталкивается с каким-то вопросом, который ей трудно решить самой. Это могут быть взаимоотношения с детьми, это могут быть взаимоотношения с мужчиной, это могут быть какие-то отношения с родственниками. И наступает такой момент, когда ей кажется, что она одна, и она не может решить этот вопрос. И вообще, что такой вопрос только у нее одной. И на помощь как раз приходят мастер-классы, общение с другими женщинами. И когда вы находитесь на тренинге, работа коллективная, вы видите, как меняются другие, идет поддержка, и, конечно, процессы происходят намного быстрее. Женщины любого возраста могут попасть в неразрешимую для них ситуацию. Юные с отсутствием жизненного опыта, зрелые из-за накопленных проблем и разочарований. Ну, женщины приходят на тренинг, начиная с возраста примерно 20-25 лет, и до, ну, 60. То есть получается 20+. Не зависит от возраста, это зависит от того, когда женщина готова и хочет развиваться. Социальная роль женщины в современном обществе за последние десятилетия менялась неоднократно. Сегодня мы пришли к тому, что успешной нужно быть и дома, и на работе, и в воспитании детей, и во взаимоотношениях с мужчиной. Этой теме сегодня посвящено немало книг, телепроектов, сайтов, блогов и мастер-классов. Одним из известных специалистов данного направления считается Лариса Ринар. Лариса Ринар – это великолепный человек, она очень воздушная, и с ней очень легко. Лариса уникальный человек, ей удается собрать все знания, которые она собирает в разных странах, она очень много путешествует, она сама очень много проходит тренингов. И вот эти знания ей удается собрать в единую систему. И чем мне нравится система обучения в Академии частной жизни Ларисы Ринар – это как раз с системностью. Есть шесть тренингов, которые помогают женщинам развивать разные состояния. Состояние хозяйки, состояние девочки, состояние королевы, состояние любовницы. И затем соединить эти состояния в себе. Этой осенью в рамках всероссийского турне Лариса Ринар приезжает в Челябинск. В программе визита, встречи с читателями, благотворительный обед, а также мастер-класс круг женской силы, перезагрузка. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На пушке на 65 и зоне кривой 30. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского спа Тайвай. Российская 206. Телефон 223-23-20. До 30 сентября при покупке от 3000 рублей скидка на следующий массаж 50%. Бьюти Тайм и 31 канал представляют мастер-класс Александра Рогова «Безупречный гардероб». 17 сентября. Отель «Рэдисон Блу». Информация по телефону 246-400 и на сайте kassy.ru для лиц старше 12 лет. Все выпуски Бьюти Тайм, модные новости и анонсы фэшн-событий все это на сайте bt31tv.ru А у меня все. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. Стилисты проекта «Модный дом. Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова